Всем огромный привет. Хочу показать свой второй заказ по каталогу номер 9 компании Avon. На прошлой неделе я уже получала свой заказ, делала один, думала один единственный будет, но так получилось, что пришлось сделать еще один заказ, второй, чему я в принципе была рада, потому что познакомилась с новинками некоторыми из 9 каталога. Ну давайте я чуть подробнее объясню. Наташа, ее ник Тата Матата, тоже блогер на ютубе, она захотела в девятом каталоге взять рюкзачки, но так как я живу на территории трендсеттеров, а она в обычной территории, которая идет сейчас по седьмому каталогу, говорит, ну смысл ждать, давай я у тебя закажу и уже пока у нас 9 каталог придет, я уже буду с этими рюкзачками. Каталог выглядел вот так, рюкзачки выглядели вот так, они были действительно новинками в девятом каталоге. Обещают Avon продать их за 999 рублей, если вы купите по каталогу или по вот этому предложению сезонному на 400 рублей. Ну как мы поняли, что за каждый рюкзачок получается надо набрать на 400 рублей товар, вот и поэтому тут уже мы с ней поделили. Рюкзачки взяла себе Наташа, получились они за 850 рублей, вот тут очень важно. На какую бы сумму вы не набрали заказ по девятому каталогу, на рюкзаки только 15 процентов скидка, скидки больше не будет. Даже если на остальной товар вы наберете 31 процент скидки, на рюкзаке остается 15, поэтому они вышли по 850 рублей каждый. Размеры сразу скажу, это небольшие рюкзачки, 22 на 12 и на 18 сантиметра. Длина ремня 85 сантиметров. Ну и рюкзак называется Кристина. Они шли вот в таких пакетиках. Это черный, я его не буду открывать. Покажу бежевый, потому что он светлый и его лучше видно. Вот так выглядит сам рюкзачок, он действительно небольшой, очень симпатичный, бежевый цвет такой нежный, широкое донышко и благодаря широкому донышку он не выглядит таким маленьким, достаточно вместимый. Его нужно носить только как рюкзак, потому что ручки тут сверху нет, чтобы носить его как сумочку. На плечах очень будет удобно. Наташа девочка худенькая и на худенькой девочке такой маленький рюкзачок будет очень-очень симпатично смотреться. Из закрывашек единственная кнопочка вот эта. Молний нет, но есть шнуровочка, которую можно вот так затягивать и тогда он так немножко будет собираться. Но я затягивать не буду, чтобы форму не повредить ничего. Уже это Наташа сама разберется. Внутри одно большое отделение и вот такой вот небольшой кармашек. Вот. Рюкзак мне очень понравился. Запах, ну вы знаете, запах кожзаменителя. Не скажу я, что это противный. Обыкновенный запах кожзама. Так пахнет новая обувь. Ну не кожаная, когда хороший кожзам. Поэтому вполне нормальный аромат у нее. Это не ярко выраженный. Все в пределах разумного допустимого. Кожзам мягкий. Вот он прекрасно мнется, но при этом нету измятого вида рюкзака. То есть вот он приехал и вполне хорошо выглядит. В общем, мне он очень понравился. 850 рублей для консультантов. Хорошая цена. Красиво, симпатично. Вот здесь вот на картинке, если посмотреть, то в принципе, посмотрите, они ничем не отличаются. То есть как на картинке, так он и в реале. Единственное, тут, наверное, они набитые и чуть-чуть собранные. Видите, подлиннейшие ремешки, поэтому он немножко собранный. Понравился мне этот рюкзачок. Ну и что взяла еще себе Наташа? Тоже она молодец. Она взяла новинку, которая пока еще ей не доступна по седьмому каталогу. Это уже в восьмом каталоге она будет новиночкой. Это нежный йогуртовый крем-гель для душа. Вот это вот вся серия с ароматом лесных ягод и граната. Я в прошлый каталог брала себе тоже вот гель и скраб. Мне они очень понравились. Аромат... Сейчас скажу, какой аромат. Но аромат, вы знаете, сока. Когда покупаешь в магазине сок с лесными ягодами, вот прямо один в один такой аромат. Гранат. Ну, кислинка. Ну, кислинка и в лесных ягодах есть. Сильно гранат я не чувствую. Но вот такой вот аромат сока присутствует. Приятный. Понравился он мне. Думаю, Наталье тоже понравится. Скраб для тела. Также нежный йогуртовый. Вот если посмотреть, скрабирующие частички тут есть разного размера. Большие и маленькие. Я когда свой купила, я вам показывала его даже на руке. Как он выглядит. Этот чужой, если так вот посмотреть, он не зафольгирован. Но у Эйвона, в принципе, никогда нету фольги на таких вещах. Он идет, вот как крупные вот эти частички, там есть еще белые полиэтиленовые. Их практически незаметно, ну, глазу. А вот скрабируют они прекрасно. Ну и также взяла Наташа два вот таких лосьона для тела. С этим же приятным ароматом. Вот лосьоны я себе не брала. Очень прикольные такие бутылочки, как маленькие молочные. В них 200 мл. В йогурте, кстати, тоже 200 мл. В скрабе 150. Почему она взяла 4? Потому что по каталогу было предложение там выгодное. Взять 2 за 199, кажется. Ну и еще плюс была скидка представителя. Вот. Вот такое вот предложение. И поэтому она взяла 4. Так что Натуль скоро к тебе все это поедет. Вот такой был прекрасный, интересный у нее заказ. Ну давайте покажу, что же я себе взяла. Потому что мне тоже пришлось на 400 рублей набрать. Я взяла то, что давно хотела. Но вот как-то так получалось, что именно эти продукты я всегда вычеркивала. А тут думаю, ну уже по каталогу я взяла все, что хотела. И поэтому то, что обычно вычеркиваю, я решила взять. Первое. Первое. Это тоже Ava Naturals для лица очищающие тонизирующие средства 2 в 1. Вот очищает и тонизирует. Беру впервые. Давно хотела. Вот такое. Ой, как течет. Гелевое. Видите? Прямо вот. Совсем гелевое. Ой, вкусно пахнет. Чем оно пахнет? Огурец, чайное дерево. Да, вот и чайным деревом пахнет, и огурцом. Действительно, это так. Обо что мне вытереться? Ни обо что. Ничего нету с собой. Вот. Понравилось мне это средство вот на аромат и на руке. Но как оно будет в действии, я только буду узнавать. Но слышала о нем только по хвалу. Давно хотела, потому что девчонки, кто берет, хвалят. Надеюсь, мне тоже понравится. Ну и еще одно взяла новое средство. Тоже от Нейчерлс. Сегодня у нас в заказе Нейчерлс. Она главную роль играет. Увлажняющая маска для лица, алоэ и хлопок. Вот с хлопком это новиночка. Давайте теперь на этой руке посмотрим, что за маска. Вот такая она зелененькая. Вы знаете, очень приятный аромат у нее, у этой маски. Буду пользоваться с удовольствием. Такой, знаете, свежестью пахнет. Не сказать, что тут аромат алоэ. Но, наверное, вот с хлопком перемешан. Но вообще я бы сказала, что аромат цветов. Каких-то свежих. Ну, интересно. Понравилось. Обязательно буду делать эту маску. И обязательно попробую вот это вот средство. Довольна я своим заказом. Анатоль, спасибо, что сподвигла меня тоже на заказ. Ну и еще то, что я давно-давно смотрела и хотела. Но себе всегда отказывала. Так быстро-то я, наверное, в каталоге не найду. Или найду. Да, вот, нашла. Это вот такая вот страничка была с карандашами для глаз. Так, вот оно, 249. Сияющие цвета и удобство нанесения позволят легко создать выразительный макияж глаз. Вот я поглядела на глазки этой девочки. Ну, это же зеленый. Ну, как же я без зеленого? Называется изумрудный луч. Взяла я себе вот этот изумрудный луч. Давайте посмотрим, как он выглядит. Пришел этот луч вот в такой коробочке. И давайте посмотрим сам карандаш. Кстати, он небольшого размера. Если сравнить с карандашами от того же Фаберлик, у Фаберлик они толще. Надо будет его затачивать. Вот так выглядит. Давайте его порисуем. Единственное, я сейчас рисую все-таки на это средство. Потому что я его не смыла, а буквально втерла. Ну, или давайте я вот где-нибудь вот здесь. Нет, то же самое получается. Вот такой цвет. В изумрудный уходит. Вот как бы, знаете, такой хамелеон. Видите, от серого в изумрудный. Очень красиво. Буду с огромным удовольствием пользоваться. Вот тут то же самое. Вот от темно-серого. Как свет падает, да? До изумрудного. Попробую. Очень интересно. Вот. Давно хотела. Теперь благодаря Наташеньке оно у меня есть. Вот такой был интересный заказ. Сейчас все упакую обратно. Отправлю к Наташе, чтобы она быстрее, как можно быстрее получила свой заказ. И уже начала ходить и носить свои рюкзачки. Очень удивилась. Раньше за второй заказ Эйвен присылал даже подарочки. Сейчас нет. Ничего такого не было. Ну, в принципе, и не страшно. Мы сами себе подарочки сделаем. Правда? Вот. Это весь мой заказ. Спасибо всем за внимание. И всем пока.